В начале сегодняшней аппаратной глава района подвел итоги выборов губернатора Московской области. На должном уровне была обеспечена безопасность на избирательных участках. Безопасность была организована очень хорошо. Все комиссии работали без сбоя. Но, результаты выборов мы все с вами знаем, что победу одержал действующий губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. В четверг уже будет сформировано новое правительство Московской области. И, в общем-то, мы продолжаем работать в том векторе, который и был, в общем-то, предыдущие пять лет. Перемены были большие в Московской области. И я уверен в том, что эти перемены, или, точнее, направленность на эти перемены будет сохранена в ближайшие пять лет. На очень высоком, хорошем темпе и планов, и в том числе и в районском районе у нас очень много, которые нам нужно реализовывать. Высокую активность проявили жители Кжельского, Сафоновского, Новохаритоновского, Ульянинского и Удельинского поселений. Вот это те поселения, которые отработали на сто процентов и с точки зрения явки, и организации, и так далее. Главу большое спасибо. Опять же, хочу сказать, если отнестись к задаче, как к своей, все получается. Поэтому еще раз спасибо большое пяти главам, которых я назвал. В день единого голосования жители Софинского поселения выбирали главу. Большинством голосов победил Сергей Анатольевич Хряпов. Глава региона не так давно с рабочим визитом побывал в Раменском. Посмотрел новую поликлинику на Крымской школу искусств. Андрей Юрьевич также дал высокую оценку работам по благоустройству. Здесь, наверное, это объективно, потому что все-таки в городе действительно созданы условия по благоустройству, по содержанию, достаточно хорошие. Конечно, есть к вам стремиться, это всегда так бывает, но, тем не менее, на общий фон, общее впечатление от города, людей, которые сюда приезжают, это, конечно, город благоустроенный. И губернатор это, в общем-то, уверен. Будем надеяться, что мы в дальнейшем этот темп не снизим, будем только наращивать. У нас много есть вопросов и много куда приложить усилий своих, поэтому нам нужно так же, как и область, как и губернатор, работать в очень серьезном темпе и решать все необходимые вопросы, связанные со школами, с теми объектами, которые у нас запланированы и которые мы должны построить. И детские сады, и дороги, и благоустройство, и содержание, ну, много-много всего того, что входит в наши полномочия, на что мы должны обращать очень серьезное и пристальное внимание. Около 300 административных правонарушений зарегистрировали сотрудники правоохранительных органов на прошедшей неделе. О главной событии наступившей – акция «Наш лес, посади свое дерево», которая состоится 22 сентября. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести».